Я уже показывал эти кадры, но хочу сделать он и еще раз, потому что они того заслуживают. Теперь с комментариями. Ватники везде одинаковы, они даже внешне схожи, а на лицах запечатлены вырождение и деградация. Ну и конечно, эти люди самые духовные, таким уже не помочь. В данном случае была цитата из моего коллеги Сергея Клирика. Ну а теперь собственно сами герои. Мы православные люди, мы любим Бога. Мы же мы едины. И люди, которые там ходят, они ничего не понимают, потому что креста нет. Для вас есть крест Божий? Нет. Идите отсюда. Они не только пречи, пречи, пречи. Как вы за формируете? От себя добавлю, слушайте, ну о каком светлом будущем можно говорить, если на постсоветском пространстве буквально все погрязло во лжи. Во лжи и глупости не только в России, для тех, кто не понял. Данный кошмар касается большинства бывших союзных республик. Какой коронавирус? Какие ядерные ракеты? На территории бывшего СССР полным ходом идет процесс вырождения. Если мы погибнем, то погибнем от собственного скудоумия или маразма. Вы вглядитесь в эти лица-то. Потому что креста нет. Для вас есть крест Божий? Нет. Идите отсюда. Они иисусом, речь президента. Как вы за формируете? Вот так будет выглядеть конец света. В нашем случае начинаем. Главный скандал, не ошибусь, если скажу главный скандал года, разразился на этой неделе. Официальная Германия в среду обрушилась с резкой критикой в сторону российских властей. Немецкие эксперты все-таки выявили в крови отравленного Алексея Навального компоненты боевого отравляющего вещества группы «Новичок». И вот это уже серьезно. Потому что теперь версия с умышленным отравлением российского оппозиционера больше не версия. Это конкретное обвинение. И озвучили данные обвинения даже не журналисты Шпигеля. Заявление сделала лично глава самого влиятельного государства в Евросоюзе. Люди такого уровня. Да еще на глазах у всего мира попусту. Воздух не сотрясают. В его геологических пробах, без сомнения, были установлены остатки этого вещества. Таким образом, сейчас стало очевидно, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Кто-то пытался заткнуть ему рот. Поразила реакция российских властей, что последовало сразу после. Я, когда за он им наблюдал, меня все время посещала только одна мысль. Что происходит? Первое, что сделали пропагандисты, зачем-то вытащили в эфир пьянчушку Захарову, которая спохмела, вероятно, даже не поняла, что именно ее попросили прокомментировать. Проблеила заученная. Это очередная информационная кампания против России. Эй, Захарова, протрезвей, хотелось мне кричать. Ты сейчас незаметку из Deutsche Welle комментишь. Целая Меркель серьезнейшее обвинение выдвинула. А в ее лице, читай, все главы европейских государств. А это чудо сидит и лопочет какую-то ересь. Мне кажется, возвращаемся в те времена, которые хотелось бы покинуть, честно говоря. Времена без доказательности заявлений, отсутствие фактов при обсуждении серьезных вопросов. Дальше было еще смешнее. На сцену вышел другой Петрушка, Песков. И прям процитировать хочу, что человек брякнул. Берлин не информировал Москву о выводах по Навальному, как в той рекламе. А мужики-то не знают. Дмитрий Сергеевич, вы зачем под дурачка-то косите? Ну, во-первых... Посол Российской Федерации сегодня после обеда был вызван в МИД для того, чтобы его проинформировать о результатах медицинских анализов. Именно. Они посла нашего проинформировали, причем даже не письменно. К себе пригласили, видимо, чтобы копии документов передать. Во-вторых, повторюсь, выше сказал, данное заявление прозвучало не от какой-то там бабушки на лавочке. Его озвучила, по сути, первый человек в Евросоюзе в прямом эфире. Что может быть официальнее? А Песков при этом большие глаза делает. У меня пасынок, девятилетний себя. Так ведет это не я. Но моему ребенку девять. А тут взрослый дядька, занимающий очень серьезный пост. Если что-то говорит Песков, это значит, он озвучивает позицию президента. Путин доигрался. Вот Путин доигрался. Когда он там, когда он списывал там на ГРУ, на их там всякие отмещения, акции, отравление скрипалей, Запад терпел. Когда в Берлине убивали врага там Кадырова, Запад терпел. Когда там травили Геблева в Болгарии, который поставлял оружие на Украину или в Украину, Запад тоже терпел. Но вот сейчас, я думаю, что Путин доигрался. Во-первых, совершенно очевидно, что он полностью оспалил сам себя. То есть теперь все понимают, что отравление сделал российское государство по команде, сведомо и по поручению Владимира Путина. Вы знаете, в этот раз мне на самом деле впервые стало страшно по-настоящему. Страшно от того, кто сидит в руководстве нашей страны и чего от этих людей можно ожидать в принципе. Потому что одно дело, когда данные граждане тут, внутри страны, ерундой занимаются, оболванивая лишних ромосонных скрипоносцев. И совсем другое, вести себя похожим образом в отношении по-настоящему сильного, по-настоящему умного и по-настоящему влиятельного оппонента, который гораздо влиятельнее тебя, к слову. В данном случае в район Киселева, Скобеева и прочих шестерок отгородиться от проблемы не получится. Это реальная журналистика. Поехали! Дамы и господа, в ближайшем выпуске буду поднимать эту тему. В нескольких крупных городах России в данный момент реализуется инициатива по возвращению прямых выборов глав городов или мэров. Имеется в виду всех глав? Как показала практика, история с назначенцами не работает. В данный момент инициаторы этой хорошей, как мне кажется, идеи, занимаются сбором подписей, привлекают волонтеров, проводят разъяснительную работу с населением, обратились с просьбой сбора каких-то пожертвований, ну, потому что нужны помещения. Наглядная агитация, чего-то стоит, оргтехника, опять же, связь. Друзья, если поучаствуете, это будет здорово. Реквизиты оставлю внизу под видео. Ну, а саму тему повторюсь вот в ближайшем выпуске поднимем. Спасибо! Ладно, давайте о чем-нибудь более веселом, о великом кормчем, кстати, можно, который опять куда-то пропал, не видно его, не слышно. 1 сентября, правда, появился, причем опять на мониторе в интернете. Меркель, да, в парламент приходит, вживую с людьми общается, а наш вот в каком-то бункере сидит целый год, хотя сидит, не сидит, бог его знает. Может, это вообще компьютерная графика, бота нам показывают. Ну, да не об этом сейчас. Ой, а как что скажет человек, хоть стой, хоть падай. Ну, вот день знаний, например, политтехнологи Кремля решили подключить главного к проведению открытого урока для школьников. Сама по себе идея классная. Ни разу такого не было, чтобы глава государства в нашей стране выступил в роли учителя и пообщался с детьми. Так, блин, ну неужели ж сегодняшнему президенту нечего было сказать подрастающему поколению? Опять завел эту шарманку про Великую Отечественную войну. Мы все чтим наших героев, восхищаемся ими, преклоняемся перед их мужеством и стойкостью. И чем больше мы узнаем, тем глубже понимаем. Нет испытаний сложнее и трагичнее, чем война. Я ничего не понимаю. Наших детей к какой-то войне готовят. Почему именно эту тему выбрали? Поверьте, об истории нынешним ребятишкам учителя прекрасно расскажут. Ты, президент, за окном 21 век, перед тобой дети. 21 века это другие дети. Не такие, какими были мы. Хотя бы потому, что у нас перед глазами были живые ветераны, а у этих детей не так. Поэтому и восприятие ими военной тематики совершенно иное. Так зайди с другой карты. Как президент современной России с ними поговори, это было бы гораздо интереснее и поучительнее. Ну согласитесь, если я поеду, например, на интервью с Дональдом Трампом, мне, да и вам, моим зрителям, уверен, гораздо интереснее будет послушать о нем самом. О той политике, которую он проводит сейчас. Услышать его мысли о дне сегодняшнем. Не хочу я с американским главнокомандующим разговаривать о войне между Севером и Югом в двухсотлетней давности. Я об оном в книжках прочитаю передо мной. Лидер великой нации, да неужели ж ему нечего мне рассказать? Ну и под занавес, раз уж о детях начали, давайте ими и закончим. А помните, главарь минувшей зимой горячее питание для учеников начальных классов пообещал. У меня пасынок, как раз ученик одного из таких начальных классов. В день знаний мама мальчика ходила на собрание и там сказали, да, горячее питание будет, но пока за счет родителей супер. Слушайте, а что в Кремле раньше до этого не додумались? Вариант-то беспроигрышный. Помните, как великий кормчий обещал зарплату всем сохранить во время самоизоляции? Да, свесил все это дело на работодателей, сейчас вот детишек горячими обедами накормят за счет мам и пап. Ай, молодец какой! Печально, впрочем, другое. Ватник, я вам их в самом начале показывал, но такие фокусы по-прежнему ведется. Все! Закругляться пора, это была реальная журналистика, сегодня вот так. Ссылка на YouTube страничку сверху, там больше серий этого сериала, заходите, подписывайтесь. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте с темы, предлагайте, под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok